Друзья, с вами Максим Шенгаркин, наш канал Свободное Дыхание. Мы выходим после перерыва и мы в гостях у Игоря Николаевича Острецова, человека с которым я дружу уже 20 лет и дружим мы с ним в первую очередь по нашим альтернативным взглядам на ядерную энергетику, но сегодня я к Игорю Николаевичу приехал в гости в связи с событиями, которые произошли на Украине. Расскажите, как вы видите происходящее? Ну, главное, что сегодня и уже достаточно давно происходит, это энергетический дефицит. И все современные проблемы, в первую очередь, чтобы не ошибиться в прогнозах о том, как будут развиваться события. Надо исходить именно из этого факта. Я действительно очень хорошо знаю Украину, у меня там была масса друзей, я работал и в Киеве, и во Львове, особенно в Днепропетровске. Леня Кучма был мой приятель. То есть Украину я знаю как свои пять пальцев. На Запорожской станции работал после катастрофы. Затем, когда неприятности на других атомных станциях, там были на Южно-Украинской, например, там, когда заменили все парогенераторы перед самыми девяностыми годами, иначе бы на Украине вообще не было атомной энергетики, если бы это произошло чуть-чуть. Но, слава Богу, были на Советского Союза, и мы успели все парогенераторы заменить. А заменить их было на Западе нельзя, потому что там просто другие технологии. Вот, поэтому Украину я знаю очень хорошо, и поэтому прекрасно понимаю, что там происходит. Вот свете того тези, о котором я сказал. Все надо смотреть с точки зрения усугубляющегося энергетического дефицита. Сейчас COVID уже людям надоел, он слабо может за ним камуфлировать надвигающийся энергетический дефицит. Сейчас будут играть в войнушку и решать совершенно определенные проблемы. То есть в чем суть вопроса? Я уже давно об этом говорил. Почему вообще Россия существует? Ведь дураку понятно, что после того, когда Союз развалили, и, так сказать, разворовали, создали вот этот клан так называемых олигархов, то уничтожить и не только Советский Союз, а и Россию было проще парьной репы. Потому что собрали бы олигархов, которые все деньги лежали там, и сказали, что завтра вместо одной страны было 20 стран. И никаких проблем. Это все в 90-е годы и позже можно было сделать мгновенно. Но этого не сделали. Почему? Основная причина заключается в том, одна из основных причин развала Союза, вообще, так сказать, это, конечно, был идеологический противник и так далее, но, тем не менее, уже начиная с 60-х годов, вся верхушка смотрела на Запад. Я учился на Фестихе, потом работал в достаточно привилегированных научных учреждениях, и там было так много, очень много, так называемых, блатных детей высокопоставленных чиновников. И я прекрасно видел, что уже начиная с 60-х годов они все смотрели на Запад, потому что они сравнивали уровень своей жизни в Союзе и аналогичный уровень там, как живут. И они все тянулись туда и при малейшей возможности туда. И поэтому распад Союза, его ликвидация был предрешен. Предательство на элит получили? Ну да, вся верхушка стремилась туда. Ведь с чего началась перестройка? Никто почему-то об этом никогда не говорит. Сначала было сделано совершенно правильно предложение. Надо было просто ликвидировать партию, которая сгнила, и выбирать всех хозяйственных руководителей. Сразу об этом забыли и начали эту идиотскую приватизацию, вывоз всего на Запад. В результате образовалась абсолютная зависимость России, ну в первую очередь от Штатов. Поскольку деньги верхушки, все лежат там. Это дураку понятно. И то, что их никогда не вернут, сейчас мне говорят, что там Россия дикие деньги потеряла и так далее. Да она давно их потеряла, когда их вывезли. Наоборот, если сейчас прекратят эту процедуру, перестанут, то все пропало и давным-давно пропало. А сейчас, если запретят его возьмите, мы просто лучше будем жить. Поэтому Россия попала в полную зависимость. Но с точки зрения сегодняшнего момента, на что надо обратить в первую очередь внимание? Первое, что было заключительным актом перед развалом Союза, чтобы его в тяжелое финансовое положение вогнать, взорвали Чернобыль. Никто до сих пор расследование не проводит, хотя комиссия, в которой я работал, практически однозначно восстановила, что взрыв сделан был специально. Ну просто простой факт скажу, что инцидент такого сорта произошел еще в 75-м году на Ленинградской станции. После этого был сделан полнейший анализ, что нужно сделать со станциями типа вот с реакторами РБМК, значит, Чернобыльского типа. Все было распитано досконально, но ничего не было сделано. И более того, все атомные станции из министерства среднего машиностроения, атомного министерства, все были переданы в Минэнерго, где не было ни одного специалиста. То есть после того, как произошла нештатная ситуация на Ленинградке с таким реактором? В 75-м году. В 75-м году были разработаны некие методики. Все было сделано. Но они не были воплощены? Абсолютно. А когда атомные станции передали в Минэнерго? Вот перед Чернобылем. То есть, а для того, чтобы фактически контроль со стороны ядерщиков был утерян, то есть все станции Советского Союза, которые на Украине, в России, все передали в Минэнерго, где совершенно другие люди руководили им? Конечно, которые совершенно и полную ответственность со Средьмаши таким образом сняли. Не долежали, не Александров, которые там были, уже ни за что не отвечали. И потом, это самый Копчинский, который раньше работал на Чернобыльской станции, а потом его посадили в ЦК курировать атомную энергетику, он, собственно, диктовал сценарий вот этого взрыва. Чернобыль был взорван специально. Значит, Советский Союз на этом потерял сумасшедшие деньги, поскольку там годовой бюджет примерно был истрачен. На фоне этого Союз развалили, и первое, что было сделано после подписания, после развала Союза, это подписано соглашение гор Черномырдин, в соответствии с которым мы обязались обеспечивать всю атомную энергетику Соединенных Штатов своим топливом. Дело заключается в том, что обогатительная промышленность Соединенных Штатов оказалась нерентабельной при росте цен на уран, потому что они ведь диффузионный метод, они начали развивали, и на нем был оцентрифужный метод, когда они начали развивать, потому что он, так сказать, теоретически гораздо более эффективен. Они сразу замахнулись на центрифуге огромной, до 12 метров высотой, и так не сумели их довести. А мы пошли по более простому пути, в центрифуге порядка метров всего лишь величиной, их сотни тысяч, но работали они чрезвычайно эффективны. И когда американская промышленность стала нерентабельной, то Штаты попали в очень тяжелое положение, потому что у них до 40 процентов электрогенерации на востоке страны это атомная генерация, всего там примерно 100 блоков. И в соответствии с соглашением гор Черномырдин было подписано это соглашение о поставках туда топлива, причем она слагалась из двух компонентов. Первый компонент это обогащенное топливо примерно до 4,5 процентов, что для реакторов ПВР нужно. И этот завод был построен подальше от наших врагов в Забайкале. В Ангарске? Да, совершенно точно. Значит, завод там до сих пор работает. И он, значит, мы сегодня производим больше 50 процентов обогащенного топлива. И вторая часть, за счет этого примерно 50 блоков американских снабжалось. Значит, остальные 50, поскольку уже этого топлива не хватало, то остальные сбой головок, потому что у нас боеголовок было примерно в три раза больше, чем у американцев, поскольку наша просто обогатительная промышленность была более эффективной. И мы наработали боеголовок гораздо больше. Те, которые с урановым зарядом, правильно? Да, но там уран обогащен уже до 96 процентов. И это было уже прямое жуткое преступление, потому что обогатить уран до 96 процентов, потом разбавлять до 4 процентов, это совершеннейший абсурд. Часто задают вопрос, а почему американцы не могли себе сделать обогащающую промышленность? Естественно, могли, мы бы построили, потому что Китай это мы построили. Но дело заключается просто в том, что урана осталось очень мало. Его всего лишь, как швейцарский физик Дитмар, я давно его цитирую, он провел это исследование и показал, что урана есть всего лишь для работы существующих блоков, было там больше 500, сейчас уже порядка 400. Сейчас уже 300. Да, и всего лишь на один ресурс. И все. А сжигать уран – преступление, потому что на следующем этапе нам нужно промышленность будет выносить в космос, и это можно сделать только на ядерной энергетике. Потому что химия – это проценты всего лишь, там много не выведешь. Это космонавтов возить, туристов – да, а промышленность там не создашь. Для этого обязательно нужны ядерные двигатели, с которыми я тоже работал. Вот. Ну и в результате американцы не стали создавать вся эту промышленность. Россия в полном подчинении, уран все равно у нее. И чтобы у нас не было проблем с природным ураном, они передали 100% акций крупнейшей уранодобывающей компании в мини «Ураниум-1», передали «Росатому». Вот такие враги. Так вот это все существовало более-менее нормально, 50% за счет боеголовок, 50% за счет «Ангарска» поставлялось. Но это соглашение было подписано, по-моему, до 2015 года. И когда этот срок стал приближаться, и 50%, 50% блоков американских оставались бы без топлива, то был сделан единственный вариант. Это взорвали «Фокусим», потому что в Японии 50 как раз блоков, и причем в Японии аккуратисты, и у них на каждом блоке имеется замещающий тепловой. Поэтому у них в этом смысле прошло более-менее безболезнь, но они попали в очень тяжелое финансовое положение, поскольку были вынуждены закупать гораздо больше органического топлива. Они стали подбывать. Им стали разрешать включать отдельные блоки. Они кое-что включили. В результате дефицит стал опять нарастать. И тогда, значит, где-то надо опять останавливать. Была попытка в Корее. Но там Китай жестко кулаком, по-видимому, топнул, и там прекратили. Тогда единственное место, где еще можно останавливать, это Германия остановила, как известно. А теперь Украина. И я еще написал несколько лет тому назад статью в реферированном журнале, что, скорее всего, остановка следующих станций будет на Украине. Потому что из боеголовок сейчас поставлять у нас очень тяжело. У нас было ведь боеголовок в три раза больше, чем в Штатах. А сейчас очень мало. Более того, американцы сохранили заряды, а мы, на самом деле, как вы понимаете, сожгли их в топках. И, естественно, военные все там протестуют, потому что мы безоружными останемся. Дальше сжигать боеголовки нельзя бы. И поэтому надо где-то останавливать. И поэтому придуман вот этот сценарий на Украине. Значит, устроили там бардак. Ведь в Китае никто почему-то не задает себе простого вопроса. Рядом Лукашенко стоит, никто его не трогает. Значит, поскольку сейчас не только урановый дефицит, а общий энергетический уже дефицит, надо отключать какого-то крупного потребителя. Потому что ковид сработал слабо, и нужны более мощные методы. А от крупных потребителей три. Это Китай, Европа и Соединенные Штаты. Кого отключать? Скорее всего, по согласованию, на самых либо верхних, либо на самых подземных уровнях решено отключать Европу. Тихонечко. И из-за этого Китай начал выстраивать забор между Европой и нами, и Китаем. То есть подписал соглашение с Лукашенко. Вот на Украине бардак, а у Лукашенко все спокойно. Почему? Никто не знает, что миллионный город недалеко от Минского китайского находится. Ну, а там не миллионные, чуть больше. Ну, не важно. Да, да, да. Они там присутствуют. Игорь Николаевич, ну такой вопрос, смотрите. Но ведь ядерные станции Украины выработали свой ресурс приблизительно к 15-16 году. А почему МАГАТЭ тогда продлила ресурс в нарушении прав лицензиата? А тем не менее, вместо того, чтобы останавливать блок за блоком, а они там постепенно должны были останавливаться, все равно Украине МАГАТЭ разрешила генерить. Более того, не только на нашем топливе, да еще на Вестингаузе. То есть, по сути дела, забирать у американцев топливо, засовывать его в старый украинский реактор нестандартный и делать. Вот в чем логика тогда, если отключать хотели? Ну, во-первых, по поводу топлива Вестингауз. Это тоже, так сказать, лапша на уши. Потому что в топливе Вестингауз находится наш уран. Потому что у американцев нет своего урана. Для того, чтобы лапшу на уши людям повесить, говорят, что американцы поставляют топливо в украинские АЭС. А на самом деле это вовсе не так. То есть, таблетки получаются как из электро... Все топливо российское. И в Штатах, и на Украине. А на Украине 62% электрогенерации это атомной. Да. Поэтому это дело продлевали на Украине. Потому что прикрыть сразу на Украине, представляешь, 60% электрогенерации остановить. Что будет в стране? Не, ну там сразу нет. Но я правильно понимаю, что получается, грубо говоря, мы как добывали уран, так и добываем. Как берем со склада, так и берем. В электростале делаем таблетки. Просто эту партию таблеток отправляем в Штаты. Вестингауз ее фасует в квадратную сборку. И присылает на Украину. А по сути дела это тот же уран с нашими характеристиками. Просто сборка другая. Да. Ты понимаешь, что просто без подоплеки в раз остановить все украинские станции, это было бы слишком. Но все. Но они не все. Они должны были выходить раз в два года. Какая разница? Ну их все все равно надо было остановить. А замещающих мощностей тепловых, ну во-первых, это с точки зрения СО2 сейчас все ограничивают. А во-вторых, Украина просто не может потянуть. И она бы не построила никогда такое количество замещающих тепловых. А газогенерацию? Они бы брали спокойно наш газ. У нас газы с избытком. Закрывали бы атомные станции. Пусть... Ибо не увеличили на такое количество. Потому что по газу тоже дефицит. Цены на него на сколько уже выросли. Сейчас на все топливо уже дефицит. Почему и надо закрывать крупного потребителя. Единственная страна, с помощью которой можно отключить Европу от энергоносителей, это Украина. Ведь до последнего момента, вот до 14-го года, все было более-менее нормально. Обычный треп происходил между этими политиками тупыми, которые ничего не понимают. Они там конкурировали. Кто-то избирался, кто-то не избирался. Но ничего особенного не происходило. А Китай уже начал политику по отсечению Европы выстраивать вот эту сцену. Я еще раз повторяю. Когда он вступил в Белоруссию, там такие процессы в принципе стали невозможны. Хотя, чем Белоруссия отличается от Украины? А просто тем, что там стоит Китай. И то же самое он хотел сделать и на Украине. И Украина осталась единственной дыркой, в которой если будет бардак, то это позволит отключить Европу. Вот почему ее в таком состоянии стали поддерживать. И шагом для этого оказалось очень красивое решение. Какой-то мудрый человек в Штатах придумал это дело. И этот бардак, поэтому там вот с 14-го года длится. А сейчас энергетическая ситуация уже обострилась до нельзя. И сейчас надо уже предпринимать конкретные шаги. И на этом этапе должно быть решено два вопроса. Первый – это увеличение поставок урана в Штаты за счет остановки украинских АЭС. Как они, под каким предлогом это сделать, я пока не знаю. Но наверняка это будет сделано. И второе – это отсечение Европы. Потому что когда на Украине после отключения 60% электрогенерации начнет совсем бардак, скорее всего газопроводы взорвут. Скорее всего. Турция, естественно, через себя не пропустит. Останется только Северный поток, на который санкции все время накладывает. Ну, это я говорю, что… Я даже Меркель еще была писал, когда я в Германии лежал. Мы там написали ей письмо, что нам нужно объединиться в России, Китае, Штаты для того, чтобы устроить нормальную жизнь. Но Меркель такая же комсомолочка тупая, ничего не понимает. Вот. Поэтому сейчас сценарий такой, что следует ждать. Остановки атомной энергетики Украины, усиление бардака там, и, скорее всего, ликвидация вот этого газопровода, который идет в Европу. Ну, а как же Украина тогда, если она не интегрируется с Россией, и вот это все произойдет, тогда на Украине будет… Нет. Скорее всего, она развалится на куски. То, что пойдет под нас, оно будет жить нормально. Поскольку, действительно, ты правильно сказал, что снабжение одной Украины не очень сильно влияет на общий баланс. Она важна только с точки зрения отсечения. Поэтому та часть Украины, которая попадет под нас, она будет нормально жить. А та же западная Украина, куда придет Польша, там, конечно, начнется общий жизнь гораздо хуже, чем в Европе. Потому что в Европе просто энергетики будут большой дефицит, и они как-то будут сначала ужиматься, что-то придумывать там. А здесь еще резня будет. Поляки будут своих вечных врагов, западенцев давить. Поэтому, скорее всего, будет развал. Это для той части, которая попадет под нас, это будет счастьем. А остальное будет очень плохо. Продолжение следует... Продолжение следует...